Шао мраха! Врата в мир молитвы. Книга Равшим Шампинкаса. И ее название очень подходит, потому что действительно это мир молитвы. Как есть мир Торы, мир Хесед, мир добрых дел, также есть целый мир молитвы. Надо в него войти. Равшим Шампинкас приводит место из Талмуда, Гемаран Нида, 70b. Когда, в общем-то, читаешь, это тогда все становится на свои места. Сказано там, что есть три вещи, три цели, к чему человек стремится. Майя Саодом и Яхком. Что нужно сделать человеку, чтобы он стал мудрецом? Кто не хочет стать мудрецом? Гемаран отвечает. Один из главных танаим, мудрецов Талмуда, отвечает. Человек должен как можно больше учиться. Ярбы больше учиться. Если кто-то задает такой вопрос, он, наверное, уже учится. Надо больше учиться. Вынимать без хойры и заниматься меньше бизнесом, меньше другими делами, которые тебя уводят от твоей учебы. Но ученики не были довольны этим ответом. Они сказали, Мы смотрим по сторонам, видим, что многие следуют этому совету, учатся. Они ничем больше не занимаются. Но их нельзя назвать хохамим, нельзя назвать, что они стали мудрецами. Нужно попросить милосердия, нужно помолиться, обратиться к тому, кому принадлежит вся мудрость. Кому принадлежит вся мудрость, как сказано, Что Творец, он тот, кто делится этой мудростью и дает ему тем, кто это заслуживает. Хорошо, это номер один. Номер два. Они спросили его, Что насчет человека, который хочет разбогатеть? Он ответил им, Пусть он занимается бизнесом, занимается делами. Бе-эмуна с верой. Имеется в виду, что можно заниматься бизнесом, можно заниматься бизнесом. Если человек занимается бизнесом с верой, Тогда это видно, это совершенно другой бизнес. Мы знаем, что у Хуицхайма тоже был магазин. И мы знаем, что когда он видел, что к нему приходят все жители этого городка, То он решил, что это может навести ущерб другим магазинам. Поэтому он начал открывать его только на час или два в день. Но когда после этого он увидел, что все равно, Именно в этот час-два все люди приходят именно покупать у него, Потому что у него были самые дешевые цены, он постоянно давал больше, чем... То он именно даже пришел к тому заключению, что лучше закрыть магазин. В принципе, это бизнес, может быть, с иммуна, это другой бизнес. На это тоже говорится, что мы видим, что многие делают так. Они стараются действительно вести себя очень честно. Но они не становятся богатыми. Говорит Геморра, здесь тоже нужно обратиться к тому, у кого все богатство. И Ли Кесов Ли Азав сказано, что Ашем, ему принадлежит все серебро и все золото в мире. И последний вопрос, дается Геморра, а что насчет кто-то, кто хочет детей? И говорит Геморра, чтобы он женился на женщине, которая достойна. И он себя вел, дает специальный совет, как именно добиться этого. И также там Геморра говорит, что многие так делают, но у них не получается. И отвечает Геморра опять же, что надо молиться к тому, кому, кто действительно ответственен за все, за то, что вы были дети. Спрашивает Геморра, тогда непонятно, зачем давать советы, если все зависит в конечном итоге от молитвы? Отвечает Геморра на каждый из них, что Камыш Манан, это говорит тебе, что Дэга Бэло Га Лосаги. Одно без другого недостаточно. Значит, мы видим здесь очень четко, что человек может делать вещи, которые действительно очень эффективны. И они, в общем-то, должны привести его к цели. Но если нету молитвы, тогда нету этого ключа, чтобы открыть эту дверь, то все его усилия могут быть напрасны. Более того, Раф Пинкерсон объясняет, что молитва есть два пути молитвы. Одна, это один путь, это человек, в общем-то, он недостоин этого, и через рахами, через милосердие, он может изменить свой мозаль, свою судьбу. И этим он получит именно то, что он хочет. Второй путь, это он на самом деле заслуживает этого, это ждет его. Но если не будет молитвы, он не получит этого. И, как известно, мы видим, раньше приводят это в самом начале Баришит, что Ашем создает прекрасный мир. И в этом мире, чтобы все росло, нужен дождь. Мы сказали, что дождя не будет, пока Адам не помолится об этом, пока он не попросит этого. Мы видим, что вся природа, вся селенная была создана в совершенстве, и, естественно, надо, чтобы был дождь, и он будет, но только тогда, когда Адам попросит его. Это вещь, которая должна к нему прийти, но это не опустится, пока мы не попросим этого. В Твила, молитва, как мы уже сказали, что это не просто, опять же, средство получить то, что ты хочешь. Это диалог, это кирва, это близость к Творцу. Мы видим это тоже из Нахшан, Бену Минодов. Это когда еврейский народ стоит перед Красным морем, и находится паника, потому что египтяне уже приближаются, и некуда убежать. И Моисше Рабейну, Моисше обращается с молитвой к Творцу. Ашам говорит, Мати Цакалай, почему ты ко мне кричишь, сейчас не время молитвы, нужно идти. Что это значит, что нету не время молитвы, всегда время молитвы. И как мы понимаем, это значит, что Ашам говорит, что я настолько близок к вам, я с вами, я полностью с вами, я сейчас, я вас, я вывел вас из Египта, я разрушил всю эту державу, я веду вас к тому, чтобы дать вам Тору. Я полностью с вами, куда бы мы ни пошли, я с тобой. И это то, что Нахшан, Бену Минодов понимает. Он идет в море, и оно начинает выступаться, потому что он понимает, что Ашам сейчас с тобой. Поэтому молитва это, это именно та близость, которую сейчас ты уже достиг этого. Только вчера я молился Марию, вечернюю молитву, и в конце этого я как-то подумал, что у меня должна была сегодня быть встреча, важная встреча. Я думал, что может быть стоит тоже помолиться, чтобы все было хорошо. И как только я закончил молитву, я отошел три шага назад, я поклонился слева-справа, и я повернулся, я смотрю, этот человек стоит там и ждет меня. Хотя, на самом деле, он должен был прийти уже раньше, и мы должны встретиться после молитвы, но его не было, поэтому я думал, что эта встреча не состоится. Но как только я подумал об этом, и я поймал себя, что очень редко человек молится о вещах, которые ему кажутся немножко банальны, и ему подумается, что это не что-то, что действительно нужно обращаться к Творцу об этом. Да, если Хас вышел, если, не дай бог, кто-то болеет, или какой-то кризис, тогда мы начинаем как-то это нас мотивировать больше. Но на самом деле это не так. Нужно действительно обращаться к Творцу с каждой просьбой, потому что это показывает эту близость. И это именно в том, что молитва, она как средство приблизится к этому. Поэтому то, что мы видим отсюда, что этот мир молитвы, который мы должны для себя открыть, это что-то, что настолько высоковажно, потому что мы видим, что мы не можем ничего получить по-настоящему, если мы не откроем это для нас ключом молитвы. Успеха!